Здравствуйте! В эфире телеканал ННТ «Итоги недели» и коротко о самом важном. Лавина за лавиной. Более 10 лавин за неделю сошли в горных районах Дагестана. На заседании оперштаба обсудили открытие кафе, ресторанов и банкетных залов. И не привезет ли такое послабление всплеску заболеваемости ковид, обсудим сегодня в студии заместителями министра здравоохранения республики. Вторая книга по значимости после Корана. В Махачкале прошла презентация сборника хадисов Сахих Аль-Бухари. Нарядить столицу. В Махачкале начались работы по озеленению и облагораживанию территорий. На протяжении всей недели горные районы Дагестана накрывала череда лавин. Наибольший ущерб понес Рутульский район. Там за пять дней сошло семь лавин. Стихия повредила линии электропередач. Вся Цахурская долина осталась и без света, и связи. Из-за сохраняющейся угрозы нового схода лавины, работы по расчистке временно приостанавливают. Спецтехника находится в готовности. На месте дежурят сотрудники МЧС. Жителям отрезанных сел оказывают гуманитарную и медицинскую помощь. В других районах работы по восстановлению транспортного сообщения проводились оперативно. Как уточнили в чрезвычайном ведомстве, в Актынском, Рутульском, Цумадинском, Цунтинском районах и на Бештинском участке лавиноопасность сохраняется. Главное управление МЧС России по Республике Дагестан рекомендует населению воздержаться от поездок и походов на лавиноопасные участки, быть бдительными и осторожными. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам необходима помощь пожарных или спасателей, напоминаем единый номер для вызова всех экстренных служб 112 и 101. Несанкционированная свалка, захламляющая отгонные пастбища, обнаружена в Дербенском районе. Товаропроизводители неоднократно подавали жалобы в правоохранительные органы, но безрезультатно. Россельхознадзор выехал на место для изучения ситуации. Вместе с ними и моя коллега Хамбабаева Наталья. 40 гектаров земли покрыто мусором, а рядом пасутся овцы и коровы. Еще в прошлом году Дербенский суд принял решение запретить вывоз бытовых отходов на территорию близ пастбища. Однако это никак не повлияло на ситуацию. Вот после этого наших неоднократных обращений, неоднократных писаний, никакой реакции. Гор все это, экологика, ни внимания не отдал. После ураганных ветра, как вы видите, здесь не огражено ничего. Весь территорий вот это сюда, около 600 гектаров земли, которые все находятся в таком положении, пакетах. Непоправим ущерб для хозяйств. По словам председателя кооператива, ягнят и телят из хозяйства невозможно пасти на таких землях, так как животные едят пакеты и другие отходы вместе с травой. Мы же поставляем экологически чистую продукцию мяса в конечном итоге на рынок, городской рынок. И этим питается население. И в том числе после этого последнего снега вся таблица Менделеева смывается с этой свалки на водоемы. Управление Россельхознадзора отреагировали на ситуацию. Было выявлено, что свалка действительно наносит ущерб животноводству и экологии. Свалка находится близ земель сельхозного значения. При ветре или других погонных условиях мусор распространяется на данные земельные участки. Таким образом, идет уменьшение земель ценных сельхозназначений. Также наносит непоправимый ущерб экологии. Только за прошлый год было обнаружено 16 несанкционированных свалок на землях сельхозназначения. Если ситуация не изменится, люди начнут питаться не экологически чистым мясом, а пластиком. Наталья Ханбабаева, Магомед Магомедов, Мурат Бегварзев, телеканал ННТ, Дзербенский район. Пенсионеры и инвалиды в одном из многоквартирных домов на улице Тахагодя в Махачкале вынуждены ходить пешком. В 2020 году на прямую линию президента поступило обращение от жителей дома. Они пожаловались на неработающие лифты с 2019 года. По словам представителя фонда капитального ремонта, лифты должны заменить до конца года. План утверждает подрядная организация, а затем приступает к замене. Региональное отделение ОНФ обещает проконтролировать вопрос. Кафе и рестораны получат возможность в течение месяца Рамадан работать в ночное время. Такое решение было принято на заседании Оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции на территории региона. Напомню, сейчас Общепит обслуживает клиентов лишь до 11 ночи. Сергей Меликов со своей стороны заявил, что считает логичным изменить рабочее время кафе и ресторанов, так как во время поста эти заведения не посещаются. В этой связи руководитель региона поручил подготовить предложение по работе точек Общепита с соблюдением ими необходимых требований и рекомендаций. В ходе заседания Оперштаба Сергей Меликов также дал поручение срочно отремонтировать республиканский кожный-минералогический диспансер. Здание, построенное в 1972 году площадью 8 тысяч квадратных метров и состоящее из двух корпусов, находится в аварийном состоянии. По словам в Рио заместителя председателя правительства Республики Дагестан Анатолия Карибова, ремонт планировался еще в 2019 году. Но в связи с пандемией ремонтные работы так и не стартовали. На данный момент прием новых пациентов приостановлен на взрослых и детей с инфекционными болезнями переводят в Республиканскую центральную инфекционную больницу. Корпус освободят, а затем начнут ремонт с обновлением здания, а также благоустроят территорию вокруг диспансера и близлежащие дороги. Появятся новые оборудования и койки. Бюджет проекта порядка 100 миллионов рублей. Республиканский кожно-вернилогический диспансер работает до последней выписки пациентов. Вчера комплексная группа по поручению главы выезжала для оценки его технического состояния для выделения средств для проведения капитального ремонта. Эти мероприятия были запланированы еще в 2019 году. Но пандемия 2020 года не позволила нам начать там ремонтные работы, так как стационар был полностью перепрофилирован под инфекцией. Нам необходимо было там экстренно разворачивать, в том числе и реанимационную службу. И, к сожалению, те условия, в которых оказались наши пациенты, они действительно не отвечали всем необходимым требованиям. Проектно-сметная документация будет обновлена. Средства на капитальный ремонт двух корпусов будут выделены. На этой неделе прошло очередное заседание Оперштаба по предотвращению коронавирусной инфекции, где были озвучены важные решения. Среди них это разрешение на работу кафе и ресторанов в ночное время и разрешение на работу банкетных залов. Министерство здравоохранения Республики ежедневно мониторит ситуацию с коронавирусом. О том, сколько сегодня выявлено с случаем заражения ковид, нам расскажет гость в студии Раиса Наримановна Шахсинова, заместитель министра здравоохранения Дагестана. Здравствуйте, Раиса Наримановна. Итак, не приведут ли принятые на Оперштабе послабления к всплеску заболеваемости в Республике? Для того, чтобы оценить это, необходимо вначале провести анализ той ситуации, которая складывается за последнее время в Республике. И если анализировать последнюю неделю, то ежедневно от 60 до 70 пациентов ежедневно поступают в стационаре Республики с небольничной пневмонией, с подозрением на ковид. Во время предыдущей недели было 70-80 пациентов. То есть незначительная стабилизация показателя есть. Но в связи с тем, что если анализировать опыт предыдущего года и анализировать как раз-таки после принятых решений о послаблении в предыдущий год, то мы всегда наблюдали то, что при снятии ограничений через 2 недели обычно наблюдается всплеск и повышение уровня заболеваемости. Но учитывая то, что в настоящее время идет вакцинальная кампания, учитывая то, что все-таки большое количество населения уже переболело и имеет какую-то иммунную прослойку, но пока рано говорить о том, что этой иммунной прослойки достаточно, чтобы остановить эпидемию. Но в любом случае, я думаю, что будет не такой резко выраженный всплеск, как в первую-вторую волну, как тогда, когда не было ни вакцины, ни в первую волну вообще не было и методов лечения. То есть сейчас мы более подготовлены к этому. Люди знают, как защищаться, как соблюдать меры социального дистанцирования, какие меры могут предотвратить распространение такой и резкий всплеск заболевания. То есть ношение все-таки масок, перчаток, соблюдение социальной дистанции, это на самом деле сыграло свою роль в снижении заболеваемости. Я думаю, дальнейшее снижение, пока мы не охватим полностью вакцинации, дальнейшее снижение будет только связано только с вакцинацией. Вакцина играет ключевую роль. Да, потому что в любом случае история, опыт, мировой опыт. И мы знаем, во время вспышек инфекции, во время мировых пандемий, победа была возможна только путем вакцинации, потому что препаратов тогда не было, химиопрепаратов никаких. Поэтому предыдущие мировые пандемии были побеждены только благодаря вакцинации. Поэтому мы считаем, что и в этом случае тоже не исключение. И чем больше будет людей иметь антитела к этой инфекции, тем меньше будет заболеваемость, и пандемия пойдет все-таки на оболь. На оперштабе было озвучено, что в Дагестане вакцинировано уже более 25 тысяч человек. Насколько вакцинация способствует снижению заболеваемости? И как вы контролируете или следите за людьми, которых вы вакцинировали уже? Да, на самом деле уже более 25 тысяч вакцинировано. И на сегодняшний день в республику поступило в общей сложности 37,5 тысяч вакцин от коронавирусной инфекции. Если в первые месяцы было, безусловно, сложно, учитывая то, что в средствах массовой информации, в интернете очень мощная антипропаганда шла против вакцинации. Было сложно медицинским работникам убеждать население, что на самом деле данная вакцина, которая в настоящее время применяется под торговой маркой «Спутник Ви», а так «ГАМ-КОВИД-ВАК». Почему она так называется? Потому что Институт Гамалеи ее разработал, и вот ГАМ – это одна из частей, вот как бы название, состоит из названия института. И значит, данная вакцина, как уже показал опыт, уже привита у нас в республике более 25 тысяч, и привита во всей России, в том числе и в других странах мира, привита большое количество населения. Она показала свою эффективность, но прежде всего, каким образом мы это увидели. После того, как человек получил первую дозу вакцины, его данные вносятся в единую базу, в федеральный регистр вакцинированных, и каждый пациент через личный свой кабинет может заходить и вести личный кабинет, и отражать свое состояние в течение нескольких дней после вакцинации. Но обычно рекомендуют первые три дня, потому что первая острая фаза после вакцинации – это первые три дня, когда могут возникнуть реакции какие-то на эту вакцину. Реакции какого рода? У тех людей, у кого повышенный аллергический фонд, гиперчувствительность, допустим, к каким-то препаратам, иногда проявляются в виде аллергической реакции. У кого-то проявляется в основном, в 90% случаев, проявляется гриппозоподобным синдромом. То есть это повышение температуры, общая слабость, недомогание, мышечная слабость. В общем, после внесения в базу данных данного пациента, как он сам может вести свой дневник, и врач может дистанционно следить за его состоянием и осуществлять мониторинг, так и непосредственно врач, кому прикреплен данный пациент по участку, он осуществляет мониторинг. Вначале дистанционный, потом по мере необходимости, при возникновении каких-то симптомов, уже выходят очно, при личном осмотре, выявляют, как бы, те, может быть, осложнения или те симптомы, которые возникли. Но на данный момент у нас в республике не зарегистрировано поствакциональных осложнений. Несмотря на то, что большое количество пациентов привились, я хочу отметить, что первое время на самом деле было сложно, но сейчас уже сформировалась очередь, потому что люди могут записываться в эту очередь через единый портал госуслуг, и мы видим, что там уже более 500 человек встали в очередь и ожидают очередной вакцинации. Да, это очень удобно. Но для того, чтобы этих очередей не было, нами организовано 80 пунктов вакцинации, также организованы мобильные пункты вакцинации, то есть там, где есть организованные коллективы, где сразу большой коллектив надо привить, выезжает мобильный пункт. А там, где население по собственному желанию приходит в поликлинику по месту жительства, там работают прививочные кабинеты. И таких по республике 80. То есть доступность обеспечена, и любой желающий может сделать эту вакцину. И буквально два дня назад к нам поступила очередная партия, более 9 тысяч доз. То есть по мере ее оканчивания, завершения, вот у нас мы делаем заявку Минздрав России, когда мы уже видим, что она на подходе уже как бы заканчивается запас, даем заявку Минздрав России, и нам вот постоянно, в постоянном режиме, регулярно нам присылают эти вакцины. То есть любой желающий без проблем может получить вакцинацию. Да, без проблем может получить. Глава региона на Оперштабе дал очень важное поручение отремонтировать кожно-генерологический диспансер. Мы слышали, что вопрос о ремонте этого учреждения поднимался и раньше, но коронавирус, пандемия помешала этому. Вот у нас вопрос, как долго будет идти ремонт, и где на этот момент будут размещаться заболевшие? Да, очень хороший вопрос, но на самом деле он очень важный. И особенно остро, конечно, он встал во время пандемии, потому что во время пандемии все специализированные койки, все стационары круглосуточные были в основном перепрофилированы под ковид. И где-то надо было оказывать медицинскую помощь, какой-то должен быть выделен стационар, где необходимо было оказывать помощь больным с другой инфекционной патологией. Помимо ковида, вижу и масса других, и респираторных инфекций, и других, допустим, таких, как гепатит, бруцеллез, масса паратит, корь. В общем, различные другие инфекции, которые невозможно было в одном стационаре лечить вместе с ковидными больными. Поэтому данный стационар был перепрофилирован под такой инфекционный госпиталь. В конце 2012 года было запланировано проведение ремонтных работ. И когда уже была подготовлена проектно-сметная документация, в марте месяце произошла эта вспышка, и пришлось перепрофилировать. Неожиданно форс-мажорные обстоятельства возникли, что нам помешало эти планы реализовать по проведению капитального ремонта в этом здании. Во время ковида там было развернуто реанимационное отделение. В реанимационном отделении там завершен ремонт. Это отделение оснащено оборудованием. Но, конечно, большая часть здания нуждается в этом ремонте. Теперь, значит, в настоящее время, учитывая поручения главы, и, значит, учитывая то, что по поручению главы республики была направлена комиссия межведомственная по проверке состояния этого здания, значит, к этому вопросу мы вновь вернулись. И дано поручение. В ближайшее время будет пересмотрена проектно-сметная документация. Там необходимо сделать кое-какие доработки, потому что, ну, что-то изменилось с момента 2019 года. Да, поэтому в настоящее время происходит вот доработка проектно-сметной документации. И нам было, как бы, сказано о том, что при пересмотре бюджета в апреле месяца этого года будут предусмотрены в республиканском бюджете средства на проведение капитального ремонта в данном здании. Значит, учитывая то, что в этом стационаре имеется два корпуса, значит, капитальный ремонт будет проводиться в два этапа. То есть эти пациенты вначале будут лечиться, размещаться в одном корпусе. По мере завершения ремонтных работ в одном корпусе они будут перемещены в другой. В общем, решили вот таким образом этот вопрос вот в этом году провести, организовать. Спасибо большое, безусловно, правительству республики и главе республики, что обратили на это внимание и решают этот вопрос. У меня, в принципе, вопросы все есть, что дополнить? Дополнить. Единственное, что, несмотря на то, что, как бы, видимое есть снижение заболеваемости ковидом, никто не может прогнозировать, как разовьется ситуация, если в дальнейшем наше население не будет соблюдать меры социальной защиты. Поэтому, несмотря на то, что даже вакцинируются люди и большое количество уже все-таки получили эту прививку, в любом случае опасность вспышки остается. Поэтому хотелось бы обратиться к населению, чтобы не пренебрегали мерами защиты. Маска, перчатки и социальная дистанция они на самом деле помогают. И это доказано не только в Дагестане, но и во всем мире. Раиса Наримановна, спасибо за то, что пришли, за содержательный ответ. Всего доброго, до свидания. Спасибо, что пригласили. Здоровья вам и всем вашим близким, и всем тем, кто нас смотрит, всем зрителям. Спасибо. Мусульманам России впервые представили перевод сборника хадисов Сахих Аль-Бухари на русском языке. Презентация сборника прошла в Махачкале. Участие приняли духовные лидеры и представители власти не только нашей республики. Подробнее в сюжете Хамзуна Магомедова. Почти 900 страниц и более полутора тысяч достоверных высказываний пророка Мухаммада. Мир ему и благословения. Сахих Аль-Бухари – вторая по значимости после Корана книга для мусульман. Это ее сокращенная версия Азубдат. Его переводом занимали специалисты муфтиата Дагестана и духовное управление Татарстана. Более 80 глав. Практически все главы были оставлены. Есть некий ореол, что в России запрещается и перевод Курана, и запрещается Бухари. Вот посмотрите, если нормально переводить, если коллективно работать над этим, ничего не запрещается, иншаллах. Можно этим пользоваться. И мы с дагестанским братьем в первом ряду стоим в этом, что мы любим сунну пророка. Автор этой версии Сахиха Бухари – великий дагестанский ученый 19 века. Он трудился в период Османской империи. Его имя – Умар Зияудин о Дагестане. Шеф тогда сократил сборник хадисов Сахиха Бухари, исходя из положения того времени. Поэтому он и получил название «Зубда Толь Бухари». Муфти Дагестана отметил значимость этого события для российских мусульман. Он поблагодарил специалистов, которые занимались переводом сборника хадисов. Шех призвал молодежи обогащаться достоверными знаниями, и следовать примеру правильных предков, одним из которых является и автор этой книги. Спустя 110 лет приблизительно мы про него здесь сидим, рассказываем, и приятно, и как будто он вместе с нами здесь. Очень приятно. Поэтому я призываю всех, особенно молодежь, чтобы везде помнили, уважали свою религию, своих предков и вели себя очень хорошо и были примером для других. Издание Сахиха Бухари на русском языке стало возможным благодаря совместным усилиям ученым с Татарстана и Дагестана. Это не первый хопет. Полтора года назад специалисты издали смысловой перевод Корана Калям Шариф. Эти труды направлены в первую очередь на облагораживание нравов населения. Хамз Нурмагамидов, Мусас Алгиреев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. В русском театре прошла презентация нового женского центра «Марьям». Центр является частью грандиозного проекта духовного центра имени пророка Исы Мириму. Желающих стать частью этого грандиозного проекта оказалось больше, чем ожидали организаторы. Общественные деятели, депутаты, чиновники, врачи и писатели. Увидеть и прочувствовать атмосферу пришли все, от мала до велика. По словам инициаторов проекта, с появлением духовного женского центра «Марьям», каждой женщине будет протянута рука помощи. Для тех, кто хочет идти в ногу со временем, но при этом не забывая основы своей религии и своих традиций, создание женского центра как нельзя кстати. Здесь планируют оказывать помощь всем представительницам женского пола, независимо от возраста и вероисповедания. Подробнее о том, что из себя будет представлять духовный центр и какие аспекты затронет в сюжете Патемат Ханаповой. Духовное образование, курсы по самым разным специализациям и место для досуга. В центре «Марьям» будет все, что необходимо современной женщине. Кроме того, центр станет поддержкой и опорой для девушек, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Им будут оказывать профессиональную, юридическую, психологическую и медицинскую помощь. Инициатором проекта выступила Айна Гамзатова. «Центр не заставит себя долго ждать. И потом, мне кажется, сегодня у нас в гостях были друзья из Татарстана, друзья из Азербайджана, из соседней республики Чечни, с Москвы были гости. Я думаю, что вот эта информация, она разлетится во всему миру». Самое важное – все это будет сосредоточено в одном месте. Центр будет построен в самом сердце столицы, на территории первого здания Духовного управления мусульман Дагестана. Место, объединяющее множество знаковых обстоятельств. «Я увидел в презентации сегодняшней, что самое главное предназначение – это социальный проект. Это будет еще одно место, где у них появляется новое место для того, чтобы пойти и потратить свое свободное и, скажем так, не свободное специальное время. Там будет все. Там можно получить познание в целом об исламе, изучить Коран, там возможно получение консультации по разным направлениям деятельности». В центр сможет обратиться любая представительница прекрасного пола. Возраст, вероисповедание, семейное положение не будет иметь значения. Идею проекта высоко оценили и представители соседних республик. «Это будет, можно сказать, мирилом и центром не только для Дагестана, а для всей России. Потому что самое правильное – это если мы достойно будем бережно относиться к нашей прекрасной половине, к женщине, как подобает мусульманину, как об этом говорит Аллах Всевышний в Священном Коране». Духовный женский центр станет частью грандиозного проекта – Духовного центра имени пророка Исы. Начало уже положено, место определено и проект презентован. Теперь дело остается за каждым из нас. Любой может стать частью важного проекта и принять участие в развитии нашего общества. Важно каждое пожертвование. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Председатель Духовного собрания «Мусульман России» Альбир Хазрат Крганов посетил муфти Дагестана шейха Ахмада Афанти. На встрече говорили о взаимодействии религиозных организаций. Среди гостей также присутствовал руководитель объединения ветераны военной контрразведки Касим Яхиев. В ходе беседы вспомнили подвиги ветеранов Великой Отечественной войны. Шейх Ахмад Афанти подчеркнул свое особое и трепетное отношение к ветеранам. Духовный лидер отметил, что нашей общей задачей является сохранение памяти о Великой Победе. С наступлением весны в столице начались работы по озеленению и облагораживанию территории. В обрезке деревьев, высадке декоративных растений и кустарников задействованы более сотни специалистов муниципального бюджетного учреждения «Махачкала-1». Как и на каких улицах проходят работы, расскажет Лариана Шамхалаева. Ветреную погоду и под солнцем 15 рабочих начали капитальный ремонт зеленого островка на троллейбусном кольце. На всем проспекте Акушинского высадят 9 тысяч квадратных метров газона. По словам специалистов, наиболее густой получается газонная трава, если ее высаживать на почве, подготовленной по всем правилам. Будет производиться полностью реконструкция этого кольца. Значит, будет снятие из лишнего грунта, завод чернозема. Здесь будет очень много цветов, которых никогда не было. Вот здесь будут высажены казацкие можжевельники. Красиво. В общем, сделаем это все красиво. На улицах Магомед Тагирова, Гаджиева, Камаева посадят более трех тысяч роз. Еще сто тысяч соцветий только на Родобском бульваре будут радовать махачкалинцев, помимо царицы цветов. Очень будет высажено много цветов. Это цветов, значит, и петунии, агератумы, сальвии, колеусы, тагетисы, не перечислишь. Они будут, конечно, все фигурно, красиво обделаны и сделаны. Все будет хорошо у нас. Вообще-то по городу, мы так решили, хотим, конечно, будет где-то высажено около миллиона летников цветов. Если вам скажут, что в Махачкале видели фламинго и слонов, смело верьте, то пиаре и диковинных животных – сюрприз этого года для горожан и гостей столицы. Пройти мимо такого арт-объекта и не погладить – очень сложно. Мы как-то слоник. Нравится он, что ли? Да. Дети радуются. Спасибо, что немножко город относится с любовью. Так хочется любить наш город, потому что так было раньше здесь красиво. А сейчас прям вот такие радости, острова радость радуют очень. Много зелени, цветов для детей было бы лучше детям, если бы больше зелени, цветочков и деревьев было в парках. В Махачкале сажают ясень, платаны, метельчатые деревья и березы. Бывает, что озеленителям помогают и активисты. По их мнению, так уже к 9 мая город заиграет новыми красками. Ларьяна Шамхалаева, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ Махачкала. Скульптор из Шавкра. Выставка народного художника республики Ислама Шавкринского открылась в Мусее Дагестанский аул. 40 глиняных произведений, 10 панно, характеризующих быт и жизненный уклад горцев украшают выставку. Друзья скульптора считают, что персонажи-люди обладают индивидуальностью. Здесь горцы, умудренные старцы, всадники на осле, музыканты, острословы и тамадам. Каждый дагестанец может найти свой прообраз. Сегодня творчество скульптора насчитывает более тысячи произведений малой пластики. Художник достиг творческой зрелости, он востребован, имеет своего зрителя и продолжает активно творить вот уже 40 лет. Выставка Ислама Шавкринского продлится до 5 апреля, в ее рамках пройдут также мастер-классы по лепке из глины. Фигурки из дерева, колоритные картины и репродукции известных художников. Самородки из села Вачи Кулинского района республики представили свое творчество в Национальной библиотеке Дагестана. Династия художников Сумгуровых демонстрирует самые разнообразные произведения искусства. С ними познакомилась и моя коллега Патимат Ханапова. Фигурки птиц и диких животных, пейзажи, портреты и натюрморты. На этой выставке представлены самые разнообразные произведения искусства. Создали их художники-самородки братья Сунгуровы. В прошлом они работники строительной и железнодорожной сферы. Этого очаровательного ежа Ибрагим собрал лишь с помощью иголок от акаций и коры. А в коллекции Гаджи более 50 картин разных жанров. В них автор яркими красками передает красоту природы, быта и лица местных жителей. А к этому портрету у художника особое отношение. Это одна из первых его работ. А изображена на полотне любимая внучка. 60 лет мне исполнилось. Пошел себе подарок сделал. Купил краски, кисточки и начал писать. Эта многогранная выставка организована в рамках республиканского проекта «Самородки». Эта программа позволяет талантливым самодеятельным художникам показывать свое творчество жителям республики. Нам очень важно это тепло. Сколько света в этих картинах. Сколько добра. Дай Бог, чтобы у нас в Дагестане было таких людей побольше, которые могут из ничего иногда сделать такую радость, которая может долгие годы радовать и притягивать к себе. Любовь к Дагестану, к его людям, традициям и истории. Главный литмотив в творчестве братьев. В роду Сунгуровых искусством увлекаются не только Гаджи и Ибрагим. На выставке представлены и картины старшего брата, ножи в исполнении дядей и работы их ныне покойного отца. Это репродукции известных русских художников Ивана Шишкина, Айвазовского и даже скульптура Сталина. Потянут Ханапова Магомед Магомедов. Новости ННТ. Махачкала. Это были самые значимые новости уходящей недели. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова